Всем привет! С вами Эдгар. Вы на канале Маслят Эдгара. Сегодня, ребята, пробежимся по новостям. Мир криптовалюты, блокчейн. Посмотрим, что новенького. Основная идея сегодняшнего ролика следующая. Когда начал падать биткоин, предварительно запустили очень большое количество разных новостей, где говорили о запрете биткоина. Много разных известных топовых экспертов, которые говорили, что биткоин это лучшая штука в нашей жизни, резко начали говорить, что биткоин это все ерунда. Вот золото, акции, вот это, конечно, да, вот это нужно. И я заметил такую вещь, что как раз-таки перед тем, как биток начал корректироваться, сегодня у нас 26 апреля 2021 год. Если мы зайдем, посмотрим, биткоин сейчас стоит 52 тысячи. Но буквально на днях он опускался достаточно низко. Он там стоил 48, 49, что-то там 47 даже было. Но прежде чем это произошло, как раз-таки вот подобные новости. И вот сейчас смотрите, биткоин начинает обратно возвращаться на свои места, и новости начинают говорить в обратном порядке, да, что все оказывается не так уж и плохо. Допустим, была такая новость в мире прогремела, из-за которой вот прям ажиотаж такой был. Много народу, я думаю, даже слили свои биткоины, подумав, что ну все, крах. Допустим, ЦБ Турции сделали такую новость, что 30 апреля якобы выйдет какой-то закон, который будет запрещать криптовалюту в Турции. И, короче, все плохо. И типа одна страна, вторая друг за другом отказываются от биткоина. Те люди, которые не понимают, что такое блокчейн, что биткоин будет развиваться, и ничего не помешает этому, есть пункт А и пункт Б у биткоина. Он идет, но это будет происходить не сразу, вот так вот плавненькие черта так, хоп и вверх. Конечно же будут всякие там подъемы, обвалы, да, коррекции. И это нормально, это как в жизни. Есть ночь, день, ночь, день. Хорошо, плохо. Также в мире криптовалюты, там, вверх-вниз, вверх-вниз, да, это же естественно. Так что они сами объявили, что в Турции все, не будет никакого биткоина, все максимально плохо. Сегодня я открываю новость, вот, 26.04.21. ЦБ Турции исключает полный запрет криптовалют в стране. Они передумали, резко передумали, зашугали людей, заставили слить свои битки, а потом председатель ЦБ Турции исключил возможность полного запрета криптовалют в стране. По его словам, в течение двух недель будет представлен широкий спектр правил для регулирования индустрии. На государственном канале каком-то Центрального банка Турции прокомментировал, короче, следующее. Нельзя что-то исправить, запретив криптовалюту, и мы не собираемся этого делать. Если посмотрите предыдущие новости, то там говорят, что вот с 30 апреля вступает в силу... Ай-яй-яй, все будет плохо. ЦБ Турции запретил использование криптоактивов для платежей. В общем, все плохо, все плохо, все плохо. И когда произошел вот этот самый момент, когда народ был зашуган, они продали все, как раз вот такие вещи и провоцируют на коррекцию. Для чего это, ребята, делается? Все одновременно договариваются в мире, крупные какие-то, ну так сказать, игроки, да, что давайте начинаем, короче, погнали, надо зашугать хомячков. Вот, шугаем, везде говорим, что все плохо. Если посмотрите, есть очень много вот топовых экспертов, они такие, слушаешь, слушаешь, они говорят, биткоин, красота, все хорошо, все биткоины, потом раз резко выступают. Ну, вы знаете, я думаю, что лучше, наверное, в золото. Биткоин это все-таки недолгосрочная штука, завтра может разрушиться. Ну, вот так вот начинают как-то делать. Люди начинают, там увидели сомнения, тут что-то запретили, там все плохо. Везде все хреново, блин, и ты сидишь думаешь, зачем я купил биткоин? Да это же все ерунда, это же все пузырь, блин, ну я дурак. Еще и кредит взял, еще и машину продал, блин, как жить-то дальше? Ну я и дурак. Не делайте так. Не ведитесь на вот эти вот новости. Это все вбрасывают перед тем, как рынок как раз-таки пойдет на коррекцию. Они этот вброс делают, вы зашуганы, начинаете продавать, а они начинают это все, конечно, покупать. А потом рынок начинает корректироваться, и они начинают делать вброс других новостей, положительные новости. Вот, если вчера говорили, что это все плохо, то сегодня уже будут вам рассказывать, что это все хорошо. Если мы посмотрим, например, там ряд новостей, да, что происходит, тут же одновременно какие-нибудь известные люди, да, там, мировые эксперты говорят, что мир криптовалюты – это брехня, но тут же в Америке выпускаются ряд всяких разных законов, каких-то процессы проходят, где как раз на законодательном уровне принимается криптовалюта. Такое ощущение, что те, кто про это говорит, и те, кто это делают, это вообще не связанные штуки, да. Допустим, производители биткоин-банкоматов добавил поддержку The Cash. Вот. Швейцарский производитель биткоин-банкоматов Ламасу объявил о добавлении поддержки The Cash. В Швейцарии, да, Швейцария – это у нас что? Это центр вообще бабла в мире. И они производят банкоматы, криптобанкоматы, да. Ну, как вы думаете, они идиоты? Зачем делать банкоматы, вкладываться в это дело? Еще и в Швейцарии, если мир криптовалюты – это все ерунда и пузырь, да. Нафига ему эти банкоматы? Еще и распространять по всему миру. Еще и объявлять, что ну вот, ребята, мы внедряем еще и The Cash, да. Есть такие монеты, например, The Cash, Dash, Monero или Monero, неважно. Так вот, они максимально не распространяют информацию о вас. Такая вот монета, которая является конфиденциальной. И в чем, например, красота этого объявления, что мы такой-то банкомат внедрили The Cash. Проблема заключается в следующем, что те монеты, которые имеют максимальную конфиденциальность, против этих монет борются государственные разные там системы, потому что им это не нравится. Типа через эти монеты много всякого мошенничества происходит. Ну, много чего. Того, чего не могут увидеть государства разные. Но вот тут данный банкомат вдруг внедрил монету, которая является конфиденциальной, которая не совсем нравится разным государствам. И они этим, короче, гордятся. Представив клиентам банкомат возможности The Cash напрямую на кошельки, с защищенным The адресами. Мы очень рады, что LaMassu добавил поддержку экранированных транзакций The Cash. Это обновление гарантирует, что пользователи LaMassu смогут безопасно управлять своими активами без утечки личной информации. Финансовая конфиденциальность. И вот тут просто возьмите и сделайте сочетание. Банкоматы. Зачем? В Швейцарии. Нихера себе. Швейцария, которая вроде держатель. Там все банки всего мира находятся. Все бабло там крутится. По идее, все бабло это у самых топовых людей в мире, которые за что? За золото, за такие классические вещи, акции. И они якобы против всегда орут в интернете, что биткоин это все чепуха. Так вот, то место, где вот эти все самые главные удерживают свои бабки, они же и выпускают банкоматы, и они же вроде и против одновременно таких монет, как за кэш, дэш там, да, объявляют, что их банкомат теперь принимает за кэш. Какой-то парадокс, да, вот это просто несочетание каких-то вещей, да, вот просто. Это знаете, о чем говорит? Что вам просто пудрят мозги, рассказывают, что это все брехня, тем временем они распространяют это все в мире, устанавливают, накапливают все эти богатства в виде криптовалюты. Пока вы там решаете, что криптовалюта пузырь не пузырь, сегодня пузырь, завтра нет, завтра пузырь не пузырь, новости пузырь, а не все-таки классная штука. Блин, зачем купил эту криптовалюту? Блин, надо было купить криптовалюту. Понимаете, пока вы вот эта обезьянка, которая не может решиться, типа да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, они четко, да, решают вопросы, ставят банкоматы. Дальше давайте посмотрим. Законопроект Луизианы признает биткоин новым валютным резервом. Офигеть. Палата представителей Луизианы приняла законопроект, в котором содержится благодарность биткоину, офигеть, низкий поклон, и его создателю под псевдонимом Сатоши Накамото за вклад в безопасность электронной коммерции. В нем говорится, что флагманская криптовалюта может стать новым резервным активом, вытеснившим золото. То они, главное, говорят, что золото – это все. Ты че, золото, акции, блин. Сейчас они говорят, благодарю вас, товарищ биткоин и создатель Сатоши Накамото, да приводит с тобой блокчейн. Теперь вы лучшие, а золото – это говно. Ну, вообще просто вот пацаны вообще, ребята, дают жару, конечно. Я офигеваю. Вчера говорили нам, что это все херня. Сегодня они сами же благодарят биткоин, говорят, это классная штука, обалдеть. И пишут, биткоин способен заменить золото в качестве денежного резерва. Он ограничен и конечен. Будет произведен только 21 миллион биткоинов. А мы не знали про это, блин. В законопроекте также упоминается, что биткоин является самым первым децентрализованным активом с капитализацией в триллион долларов, который защищает людей от обесценивания валюты во всем мире. Да-да-да. Блин, ну вы, блин, определитесь, конечно. Конечно, законодатели Луизиана призывают правительство штата и местные органы власти рассмотреть способы получения выгоды от новой технологии. Южные штаты США, несомненно, опережают другие страны в принятии биткоина. Восьмой по величине город в Теннессе Джексон планирует добавить биткоин в свои расчеты. Я, короче, просто охреневаю от этого всего. Тут же показывают президента, этого же Байдена, который орет, что биткоин – это говнище. Тут же они закон уже приняли и низкий поклон биткоину. Говорят, это лучшее, что может защитить ваши деньги. Ну как так вообще? Вот это просто как вывели два разных человека. Один орет – это говно, другой говорит – это классно. А люди стоят между ними и такие – так, что-что говно говно, говно. Не-не, классно, классно. А, не, говно, говно. А знаете, почему так делают? Потому что, когда ты не определен в чем-либо в этой жизни, ты будешь всегда терять свою позицию. Не определился с женщиной – останешься без женщины. Не определился с профессией – останешься без нее. Не определился мужик ты или баба – будешь ничто. Оно будешь. Нужно всегда определяться конкретно и четко, кто ты, что ты, что ты хочешь. Ставить цель, идти к этой цели и не сомневаться в этом. Я четко знаю, что у биткоина есть пункт А, пункт Б, что блокчейн накроет нахрен всех. И я в этом не сомневаюсь. Это так, это работает. Все, у меня четкие в этом плане понятия. Если вы будете слишком много сомневаться, вы будете терять. А это как работает? Ты сомневаешься в том, что биткоин – это хорошая или плохая штука? Типа, можно заработать или нельзя заработать? Сегодня тебе на уши присели и говорят, биткоин – это просто классная вещь. Вот новости рассказывают, да? Ты пошел, короче, вложился в это все дело. Купил, например, за 50 тысяч по курсу. Завтра запускают такие новости, что ай-ай-ай, всему кранты, короче. Биткоин падает до 40 тысяч, например. И ты ведомый человек, который не может определиться в жизни. Вот тебе что сказали, ты то и слушаешь. И ты начинаешь это все принимать близко к сердцу. Блин, зачем? Пошел, за 40 тысяч продал. 10 тысяч курс ты потерял, да? Все, ты хомяк. И на это как раз таки и рассчитано. Вот из-за этого курс играет. Если бы не было неопределившихся людей, вот это меньше бы хомяков, то курс так бы сильно не играл. Курс бы просто шел вверх. В общем-то, играл чуть-чуть, но не так много. А когда вы видите вот такие жесткие скачки вверх-вниз, это вы можете даже для себя вычислить количество людей в мире, которые не имеют своих понятий, каких-то устойчивых мыслей. Они ведутся. Что вам сказали, то вы и делаете. Хочешь в мире криптовалюты бабла заработать? Блин, здесь нет места сомнению. Если ты по жизни неопределенный человек, то не лезьте вообще в интернет заработок в криптовалюту. Потому что ты постоянно будешь как зашуганная, вот такой песик такой. А что, а что? А где, а где? А да, а нет. Ага. Идем туда, идем туда. Бежим туда. Не, не идем туда. Но если ты такой, тут точно не надо тебе криптовалютой заниматься. Потому что тебя зашугают, ты, блин, все сольешь, потеряешь, конечно же, денег. И все, не будет у тебя денег. И будешь потом рассказывать. Еще одна новость и закончим на этом. 14% американцев владеют криптовалютой. Биткоин на первом месте. За последний год интерес американцев к индустрии криптовалют значительно вырос. О чем свидетельствует... Свидетельствует... Опрос криптобиржи Gemini или Gemini, управляемой братьями какими-то... Такие, блин, всякие слова дебильные. Чтобы они, блин, все там обосрались, блин. Братья Уинклвосами. Как можно так называться? Ну, я понимаю, Иван. Там, Ванек. Как-то Армен. Ну, не Уинклвосами, блин. Интересно, что биткоин остается самым популярным цифровым активом. Однако результаты показывают, что граждане США также имеют крупные позиции в эфире биткоин, кэш и литкоин. Прям грандиозные новости. Это просто пересказывать какую-то брехню. Ну, блин, я охреневаю, конечно, от всех этих новостей. Вот, типа, ребята, смотрите, это природа, это дерево. А на дереве, прикиньте, есть листья. А листья, прикиньте, бывают зеленые. Вот, в большей части листья бывают зеленые. Если дерево поливать, то оно растет. А иногда на деревьях бывают фрукты. Вот, фрукты бывают иногда яблоки. Иногда бывают груши. И это все предоставляют, как будто это так прям ни хера себе вообще, да? Что есть криптовалюта, есть то-то. Как будто мир какой-то большой детский сад. Куча дебилов, неучи, которым рассказывают. Вот, вы знаете, есть блокчейн, а там есть биткоин. Да-да-да. Идиоты, да-да-да, там это есть, конечно же. Так вот, они проводят вот эти джемини, гермини, опросики какие-то. У кого они спрашивают? Меня всегда, вот, я охреневаю от этих опросов. Был проведен опрос у какого-то количества. У кого? Ни разу у меня никакого опроса в жизни не проводили. Где я только не был. Не было никаких опросов. Не знаю ни одного человека, которого бы опрашивали по поводу чего-либо вообще. Постоянно какие-то опросы говорят. Там, наверное, сидят три человека и их опрашивают. Так, ты что, у тебя есть крипта, нет? Какой-нибудь бомж валяется. У тебя крипта есть? Такой, что? Что? Крипта есть? Ну, не знаю. Вот, не определился. У какой-то части нету крипты. У тебя есть, мудак. Ты, у тебя есть крипта? Ну, да, я хотел бы купить. Вот, люди, которые хотят купить. И еще у кого-то есть. Вот. В кошельке там 0,10 центов. И вот такой результат. Примерно 14% всех участников заявили, что приобрели цифровые активы. При этом большинство, а именно 74% мужчины и 26% женщин. Что касается возраста, большинству криптоинвесторов это 25-44 года. И, ну, вот такие вот всякие новости выдают. Типа, у кого сколько чего-то? Трех придурков чего-то спросили, сделали какие-то выводы. А потом пишут вот такую статью, типа, 14% американцев владеют криптовалютой биткоин. Чего-то, чего-то того-то, блин. А вот давайте-ка напоследок откроем новости, что-то вот в России рассказывают. Да, если открываете новости биткоин, тут периодически рассказывают, что компания, сотрудничество, какая-то компания запускает что-то, биткоин. В Луизиане что-то там банкоматы начали ставить. То есть, в общем, на уровне государства пенсию выплачивают, банкомат. Все, короче, круто. Вот. И открываешь криптовалюта. Допустим, где? В России. Новости. Вот. Пенсионерка из Калининграда потеряла 5 миллионов рублей при попытке торговать криптовалютами. Я охреневаю вообще. Пенсионерка из Калининграда. 5 лямов. Это что за пенсионерка, блин? Чего за вообще? Ну, хоть новости составляйте, блин. Как-то более приземленные, что ли, для россиян. Какая? Где тут пенсионерка и 5 лямов? И она вложила это еще и в криптовалюту. Ну, просто бум. Пенсионерка вложила 5 лямов в криптовалюту. И тут уже встает интересно. 53-летняя женщина из Калининграда доверилась мошенникам, предложившим заработать на торговле криптовалютами и потеряла больше 5 миллионов рублей. Она уже некоторое время интересовалась возможностью торговли ценными бумагами. Переводила небольшие суммы и пробовала торговать. 53 года в России. Трейдер бабуля. Однако после того, как один из счетов пенсионерке показал прибыль, ей позвонил финансовый консультант, предложивший торговлю криптовалютами. Он рассказал, что у него есть некие знакомые, продающие цифровые активы по выгодным ценам. И убедил ее взять кредит, чтобы инвестировать в криптовалюты. Короче говоря, получается, пенсионерка взяла 1,8 миллионов рублей под 44% годовых, чтобы заработать на криптовалюте. Он убедил ее перевести ему еще 3,5 ляма рублей, и пообещав выполнить все. Блин, ну просто кто составлял это? Вот что за мудак это все писал? И что это? Тут вообще не сочетание тоже во всем. 53 года, да? Разбирается в торговле. Трейдер, блин. Кто в 53 года даст пенсионерке в итоге 1,8 лямов под 44 годовых? Еще и 3,5 миллиона рублей. 5 миллионов рублей дали кредит пенсионерке. Вы что, угораете? Какая пенсионерка такие суммы будет брать? Еще и в России, вы понимаете? Вам лопаты бошку сломают эти пенсионерки, если вы там полторы тысячи скажете куда-то вложить. А тут ей еще кто-то кредит такой дал. Какой банк дает пенсионерам 5 миллионов в кредит? Хрем пойми под что. Я понимаю, это бы была какая-нибудь ипотека. И то я не думаю, что ипотеку дадут пенсионеру. А просто вот под проценты деньги. Если это обычная какая-то контора во дворе, где по паспорту можно взять денег, там выдают 15, 20, 50 тысяч от силы. Ни одна простая контора под паспорт не даст 5 лямов. Банк просто наличку 5 лямов тоже не даст. Ребята, у меня ип было много лет, 10 лет я работал. Чтобы получить кредит, заколебетесь подтверждать, кто вы, что вы, кем вы работаетесь, какие залоги вносить. Как это можно 5 лямов пенсионеру дать? Просто еще и 44 процента. И она это еще как-то куда-то перевела. И это все дело под какой-то... Вообще просто статья какой-то придурок. От какого-то дебила составлена. Рассчитана на таких же дебилов. И вот посмотрите, какие нам новости загоняют. Что пенсионеры, криптовалютчики... Ну, для чего это сделали-то? Типа, что криптовалюта это брехня. Мосбиржа и крупные банки создали российский блокчейн оператора для разработки. Также очень часто смотришь какие-то новости про российскую систему. И там только и слышишь, что какая-то богатая компания с какой-то другой богатой компанией создали новую богатую компанию. И эта богатая компания имеет чего-то, 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 чего-то. Зачем это нам рассказывать вообще? Мы как к этому причастны вообще? Зачем гражданам это рассказывают? Вот в этом, конечно, тупизм заключается. Когда ты слушаешь, например, те же новости какие-то мировые, где выходит новая криптовалюта, я сразу знаю, что я могу в этом поучаствовать. Все мы хотим поучаствовать в какой-то движухе, куда-то вложить, какую-то копеечку заработать. Так вот, разница европейской и американской системы заработка заключается в том, что они дают возможность простым смертным рабам вложить копеечку и быть причастным к этой штуке, да? Ну, также, конечно, они и могут развести вас в этом плане, но есть такая возможность. Вот здесь же у нас, например, в России, здесь только говорят про то, что какие-то боги между собой сотрудничают, а вы, чмошники, никто. Просто вот слушайте эту новость. Вот кто-то с кем-то там чего-то придумал. Ну и вот все в таком формате. Вот граждане РФ начали декларировать доход от операции с криптовалютами. Где они декларируют? Как это декларировать? Я даже не знаю, как это сделать. Вот просто технически не знаю, как это декларировать. В России создана платформа для общественного обслуживания, регулирования криптовалют и цифровых активов. Вот ФНС России не будет изменять законопроект, вот. Топ-метеджер Банка России предложил запретить расчеты. Росфим, но мониторинг – самые популярные криптовалюты у преступников. Просто вот все вот эти вот, это кто-то запретил, что-то плохо, бабушки, кодексы, конец света. Заходишь вот криптовалюту России, просто встает плохо. Просто сразу все хреново. Почему так все плохо? Просто, а нажимаешь так биткоин, хопа! Вот. И тут чуть-чуть легче встает уже, да? Средняя комиссия за транзакцию, биткоин достигла исторического максимума. Вот. Тут какие-то уже новости, кто с кем сотрудничает, вот. Битфармс построил в Аргентине майнинговый центр мощностью в 200 тысяч, 210 мегаватт. Понимаете? У нас бабушка 5 лямов профукала, непонятно, какие эти деньги дали. Тем временем в Аргентине огромную майнинговую ферму организовывают. Вот так. Вот такие вот, пожалуйста, вам, ребята, новости. Так что не ведитесь на вот эти все непонятные вещи. Вот. Изучайте мир блокчейн, инвестирования. И если вы хотите понимать, куда вкладывать, какую криптовалюту закупать, у меня есть несколько курсов. Вот. Один, это даже не совсем как курс, а час двадцать видео, в котором я рассказываю, какую именно криптовалюту вам нужно купить, которая должна составлять вот ваш портфель. Стоит тысячу рублей. Короче, копейки. Второй курс у меня криптовалюта на бирже Exmo для начинающих. Если ты новичок, вот, пожалуйста, курс 3900. Здесь полный расклад вообще всего есть. С чего начать, где зарегаться, как купить буквально там один-два дня, и вы можете в это влиться. И чуть более продвинутая система, другая биржа и другие возможности. Тоже 3900. Вот. В идеале, если вот это все для себя открываете, то можете уже начать в этом вариться. И самое главное, запомните, не сомневайтесь в том, что вы делаете. Не ведитесь на то, что вам льют на уши. Понимаете? это все ерунда. Блокчейн будет нашим будущим. Запомните это. Криптовалюта будет расти. Ее, конечно, много, но нужно в этом еще и разбираться. Есть еще много всяких компаний, которые будут внедряться, развиваться и так далее. Так что да пребудет с нами блокчейн. Увидимся в бесконечность. Продолжение следует...